На столичном железнодорожном вокзале Нурлыжол открылась интерактивная выставка «Нерассказанная». В ее рамках люди, испытавшие насилие, могут поделиться сокровенным и записать пережитое. Сейчас здесь размещено около 30 писем. Среди них бросается в глаза одно. Это рассказ женщины, которую с 6-7 лет насиловал дядя. Будучи ребенком, автор письма поделилась с бабушкой. Та в ответ заявила, что если девочка расскажет родителям, в семье разразится трагедия. Ее отец убьет своего брата и окажется за решеткой. Испугавшись, девочка продолжала хранить происходившее в тайне. Издевательства со стороны отца-алкоголика, избивавший палкой отчим, насилие со стороны незнакомцев. Все собранные здесь письма душераздирающие. И каждая это тайна, которую хранили долгие годы. Их написали пассажиры, пришедшие на вокзал. Прочитанное не оставляет равнодушными и других посетителей выставки. Знаете, мне тяжело считать все, потому что там насилие. Я просто хочу обратиться таким, как я. То есть к нам, мужчинам. Помните, что наши жены – это все-таки наша лучшая половина. И давайте, чтобы у вас всегда был с ней лад, любви и согласия. Ну а мы будем доказывать, что мы настоящие мужчины, что мы защитники. Могут поднять руку там. Даже безнаказанное. Просто как будто это так и положено в жизни. Получается, типа я мужчинам, мне можно все, но это не так. Надо эту тему, да, поднимать сильно. Первый день, заңнан корь кабылу керек, ойдан кейін адамдар жаңадай. Катал болу керекся, да заңдай шамалы. Коғамылтыға байланыстығы он бәрі өзгерістер. Кабинке, в которой каждый желающий может написать письмо, расположены в тихом укромном месте. Организаторы говорят, что те, кто делится своими сокровенными тайнами, должны чувствовать, что они одни и свободны. Выставка, которая будет работать до 10 декабря, организована агентствами ООН, Всемирной организацией здравоохранения в Казахстане и Казахстан-Темиржолы. На самом деле нам очень отрадно было узнать, что в вечернее время суток, когда на вокзале нырлыжало большое количество пассажиров, очень много было запросов к сотрудникам вокзала о том, как можно высказаться. Для людей это возможность высказаться, это некий рупор того, о чём они хотят поделиться в свете сегодняшней повестки, в свете того, что недавно потрясло нашу страну. И для нас это очень важно, потому что честный общественный диалог на эту тему, то есть прекращение замалчивания этой темы – это уже путь к решению этих вопросов. Проблема домашнего и сексуального насилия в отношении женщин и детей в Казахстане стоит чрезвычайно остро. Последним громким делом в сколыхнувшем обществе стала гибель Султанат Нукенова, и молодая женщина погибла в результате избиения. Подозреваемым проходит её муж, экс-министр экономики Куандык Бешимбаев. По информации МВД Казахстана, на май этого года с января в полицию поступило более 35 тысяч жалоб о домашнем насилии. По данным ООН, ежегодно около 400 женщин в Казахстане погибают от рук своих мужей и партнеров.